Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Миша Лайк. Подписывайся, чтобы у нас скорее стало 2 миллиона. А я Эйвен Бро, и не забудь нажать колокольчик. Я София, привет, ставь нам лайк, если любишь антистресситься вместе. А я Покемон Юмичу, пиши комментарии, они тут появляются. Короче, ребят, у нас была огромная коробка антистрессов. Мы распаковывали её 5 дней и остались только мини-антистрессы. Мы разделили все слаймы на команды и смешиваем их в гигантские лизуны. Моя команда Эйвена это матовый космический лизун. Моя команда Софии это прозрачный магический лизун. А моя команда Миши это антистресс больница, где все больные лизуны, которых мы будем потом лечить. И моя команда Покемон Юмичу это сопли слайм, куда идут все противные лизунчики. И сегодня мы с нашей хозяйкой Ани наконец-то закончим нашу распаковку. И распределим оставшиеся мини-слаймы в наши лизуны-гиганты. А я Кисалийс, а у меня нет команды, потому что я по ночам гуляю, а когда они снимают, я всё время сплю. Ну что ж, ребятки, вот в этих трёх яичках из-под киндера было три вот таких вот липких слаймика. Ань, слушай, я про эпик-влог на Мэджик Фэмили. Так, Эйвен, что ты хотел спросить? Мы вот типа впервые же ездили все вместе в Москву, да? Ага, сейчас я их замешаю, кстати. И вот там же Юмичу чуть-чуть не сбили. Да, это была очень опасная ситуация. Я, если честно, очень испугалась. Я тоже. Зато мы впервые со всеми вами вместе вчетвером ездили в Москву и ходили на дрессировочную площадку. Пробовали новые штуки, которые вы никогда не делали. Ну да, это было прикольно. Этот чувак в твою команду, Эйвен. А вот эта противная сопливая коричневенькая слизь явно в Юмин сопли слайм. Фу, какой же он противный. Ань, смотри, тут апельсинка. Так, сейчас посмотрим. Так, я не поняла, что за вопрос-то был про влог? А он же уже вышел на канале? А, да, конечно, наш эпичный влог из поездки в Москву со всеми вами, где мы впервые гуляли все вместе на четырех поводках. Еще и ходили на площадку, повстречали мэджиков, вы познакомились с новыми песиками и, да, Юмичу чуть-чуть там не сбили. Да, конечно, он уже на канале. Кстати, этот прозрачный апельсиновый слаймик должен пойти в мой космолизм. Аня, оставь ссылку на эпик влог? Конечно, оставлю. Она, как всегда, будет в описании к видео. А это что, больной слайм? Да, посмотри на него. Он как мячик, с ним ничего не происходит. Он явно засох, поэтому он идет в Мишкину больницу. Эй, Ван, погоди, у тебя тут на ухе слайм. Ой, Аня, ну что ты меня позоришь? Слушай, а ты во влоге пригласила, ребят? Вот в этой баночке у нас вот такой оранжевый матовый лизунчик. Я-то пригласила, ребят, да, а вот вы еще до сих пор не пригласили. Он идет к тебе, Эйван. Ой, Бози, Юми, нельзя лизать. Ты отравиться, что ли, хочешь? Приглашайте, давайте. Смотрите, какие красивые блестки и украшения в розовом слайме. И правда, ребят, Аня пригласила мэджиков, а мы нет. Давайте приглашайте. Давайте скажем, торжественно приглашаем вас, дорогие мэджики, на фан-встречу в Питере на Pet Shop Days 25 августа в 15.30. Что там еще надо сказать? Надо сказать, что там буду я. Точно, Миша же впервые пойдет на встречу, Дань. Да, Мишанька впервые будет на фан-встрече. И фан-встреча эта состоится где? В Санкт-Петербурге, мы же сказали. На фестивале Pet Shop Days 25 августа, мы же сказали. В Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Молодцы, и мы с Мишкой Лайк будем там в 15.30. И приглашаем вас всех с нами встретиться. Миша впервые увидит мэджиков, потому что она никогда не была на фан-встрече. По-моему, Аня, кое-что забыла сказать важное. Этот к Эйвену. Упс, дубль два. Да ты сама меткость. Ань, ты забыла сказать, что на фан-встречу вход бесплатный. Точно, вход бесплатный, но по регистрации на сайте Pet Shop Days.ru. И зарегистрироваться может любой? Конечно, любой. Там очень простая регистрация с афиш. Нужно ввести имейл, имя, ну, если ты с питомцем, выбрать, что ты с питомцем, с каким написать, если захочешь. Аня, оставь ссылку в описании. Так хочется, чтобы на встречу со мной пришло много мэджиков, к остальным много приходило. Да, в описании, ребят, будет ссылка, по которой вы можете зарегистрироваться. И там же я еще раз напишу, во сколько и где все будет проходить. Обязательно приходите увидеться с Мишанькой, будем обниматься, фоткаться, автографы. Если что, можно еще все в Инстаграме нашим рассказать. И там можно будет смотреть сторисы со встречи, да? Да, так что не забудьте на него подписаться. Ох, пока с вами болтали, распаковали несколько лизунов. Кстати, куда пойдет вот эта вот малявочка зеленая? По-моему, она матовая, значит, опять к Эйвону. Ох уж этот Эйвон, похоже, все лизуны к нему идут. Я не виноват, что большинство лизунов матовые. Это мне на руку. На лапу ты хотел сказать? Эм, ну да. Лизун Гигант Эйвон из твоей команды получается настолько огромным. Он такой тяжелый, просто капец. Да уж, это точно. Смотри, Ань, кажется, тут еще пополнение в мою команду. Нет, Ивась, это больной лизунчик. Он идет в мою яркую цветную больничку. Да, кстати, по-моему, Миша на больнице получается самая яркая. А вот это вот, это мягкий пластик. Это не лизуны. Они у нас пойдут на другой эксперимент. Смотри, Ань, тут портфельчик моего любимого цвета розового. Неужели внутри лизун? Впервые такое вижу. Видимо, он самодельный. И да, точно, тут розовый матовый слаймик. Опять в команду Эйвона. Не ворчи, Софи. У тебя тоже не маленький лизун? Да, но моя команда получается намного меньше команды Эйвона. Потому что прозрачные слаймы делают меньше. А противных слаймов еще меньше. Да, Ивась, этот чувак тоже в твою команду. Посмотрите, сколько мы распаковали. Целая коробка пустых банок из-под слаймов. И эта распаковка длилась целых пять дней. А сегодня, на шестой день, мы распаковываем меняшек. В смысле, меняшек? Ну, в смысле, мини-слаймы. Радуйся, Мишаня, в твоей больничке пополнение. Только у меня никакого пополнения. Софиш, ну не ворчи. Ань, давай откроем вот эти вот. Может быть, здесь есть кто-нибудь прозрачненький, а? Или противненький. В мой сопли слайм. Начнем вот с этого лягушоночка. И вот опять матовый слайм. Он явно новенький. Очень красивенький, хорошенький. Такой прикольный цвет у него. Кстати, цвет Эйвона голубой. Да, похоже, тут все посвящается только Эйвону. Софи, ну ты что? Ну не обижайся. Эйвон же ни в чем не виноват. Короче, слаймик очень прикольненький. И в нем какие-то такие мелкие частички. Как будто песок. А еще украшения в виде звездочек. В матовый гигант его. Смотрите, какой милый фиолетовый мишка. Кстати, фиолетовый цвет, это цвет Киса Алисы, у которой своей команды нет, потому что она все проспала. Потому что она все время где-то ходит по ночам. Прикольно, лицо отпечаталось прямо на слайме. Ой, он какой-то странный. Как будто воздушный, как будто пористый, как будто в нем воздух. А еще кажется, он перламутровый, да? Ага, смотри, какой прикольный. Опять к Эйвону. Ну-ка дайте я попробую его порастягивать. Он очень классно тянется. В нем тоже есть какие-то украшения, но их мало. И меня прикалывает именно то, что он переливается как будто бы. Мне кажется, он больше похож не на слайм, а на жвачку для рук. Но он очень красивый. И цвет у него шикарный. В мою команду давай. Упс. Ой, ну ты что? Давай еще раз. Так. Вот сейчас было меткое попадание. Желтый цвет, цвет покемона. И у нас тут божья коровка. А в ней... Ой, я кажется, ей сломала усик. Простите. А в ней еще один перламутровый мини-слаймик, только уже желтого цвета. Ой, немножко он ломается. Но я думаю, если хорошенько его разогреть, замешать, перемешать и сплести, все будет нормально. Он очень красивый, похож на золото. И снова к Эйвону, потому что он матовый. Да что ж такое, а? Софиша, кажется, сейчас тебе повезет. Еще одна фигурка. Мини-слайм в виде лягушонка. Точнее, это обычный слайм в баночке из-под лягушонка. И он, Софиша, прозрачный. Радуйся, хотя цвет мой голубой. Все-таки люблю я эти прозрачные слаймы. Они такие хорошенькие, похожи на какой-то желей. Хочется скушать. Ань, ты, кажется, превращаешься в Юмичу. Она тоже все время хочет все скушать. Ой, дитя, Софи, хватит там наговаривать, а? Короче, очень красивый новенький слайм. И, наконец-то, это пополнение в твою команду, Софиш. Да уж, спасибо за подачку. Вот, вместо того, чтобы радоваться, она ворчит. Так, этот я даже доставать не буду. Я сразу вижу, что это больной ниндзя. И нужно его выплюнуть как-то в Мишкину больничку. Ааа, как-то умудриться не запачкать опять полностью руки, как я обычно это делаю. Ладно, так сойдет. Смотрите, какая хорошенькая бутылочка в виде кошечки. А в ней снова матовый розовый слаймик с какими-то частичками. А, по-моему, это не розовый цвет. Пупырки в ней! Не в ней, а в нем, Юмичу. Да, в этом слайме пупырышки. И, по-моему, он розовый. А вот пусть ребята напишут, как они считают, какого он цвета. Он, правда, немножко рвется, не в самом лучшем своем состоянии. Но все-таки мне он подходит. О, да, Иван, лишь бы его команда увеличилась, ага. Софиш, перестань ворчать, давайте лучше поспешим, а то у нас остались еще мини-слаймы. Вот этот явно больной, он идет в Мишину больницу. А вот этот вот в сумочке из кошечки. И вот этот в сумочке из кошечки тоже явно испорчен. Зато здесь записка, я сама сделала этот слайм. Лайк. Аня-ня, по-моему, в этой прозрачной баночке миник для моего сопли слайма. Кстати, теперь я знаю, что такие слаймы называются кранчи слайм. Видите, там маленькие мелко порезанные резиночки. Слайм не испорчен в отличном состоянии, но его цвет явно подходит для Юминого гиганта. Аня, смотри, тут кажется сердечко что-то лопнуло. Так, давайте не будем его раскрывать. Это явно испорченный слайм, он жидкий. Сейчас выливаем его в Мишину больницу. А коробочка в виде сердечка, это так мило. Тут есть еще, между прочим, розовое сердечко, посмотри-ка. Ага, Софиша, твой любимый цвет, я знаю, давай откроем. Вообще, розовое сердечко это логотип нашего канала семейного с вами Magic Family. Но слаймик Софиш, извини, матовый, так что он идет в команду Эйвана. Он, в принципе, в нормальном состоянии. Да я уже вообще не удивляюсь. Софину, хватит ворчать, что у тебя с настроением? Видимо, Софиша сегодня не выспалась. Так бывает у всех, не всегда у всех есть настроение. Эйвен, у тебя пополнение. Смотрите, какого я миника нашла, коричневая и с пенопластинками. Юми, только не говори, пожалуйста, на что он похож, он и так идет в твой сопли слайм. А похож он? Нет, Юмичу, молчи, а это кто такой? Это еще один мини-слаймик розового цвета. Сейчас, видимо, модно стало класть слайм и пенопласт. Кстати, цвет у него очень прикольный, но, по-моему, этот слайм слишком прилипучий. Но все равно добавь его ко мне, это моей команде не помешает. Ай, давай скорее, давай вот эти вот откроем. Да-да-да, я согласна, Софиша, что нам нужно поспешить, осталось совсем чуть-чуть. Ух ты, тут очень красивый матовый мини-слайм нежно-голубого цвета. В хорошем состоянии, и, как я говорила в предыдущих роликах, мне очень нравятся вот эти вот слаймы, которые не чисто матовые, а матовые, но при этом блестят. Они мне что-то напоминают, не понимаю, что. В мою команду. Аня, смотри, тут есть черная бочка. Ага, бочечка новая, и обычно в них бывают слизи. Вау, какая классная, я, если честно, впервые вижу черную слизь. Она похожа на нефть, ребята. Ого, какая она прикольная, именно за счет своего цвета. Класс, это давай мне в сопли слайма. Юми, сколько можно говорить, что нельзя лизать эти штуки? Ты же не хочешь отравиться, чтобы я потом тебя лечила. Ой, блин, я не могу, какая она прикольная. Ребят, мне кажется, не надо ни в чью команду ее добавлять, потому что она никому не подходит по цвету. Я предлагаю ее оставить для какого-нибудь прикольного эксперимента. Все-таки черная слизь это что-то новенькое. Согласна, на все сто. Так, осталось совсем немного, и кто у нас тут? Тут мини-лизунчик очень няшного, ярко-розового цвета. Ой, кажется, он, кажется, он испорчен. Сейчас попробую его все-таки замешать. Нет. Наконец-то пополнение в моей радужной больнице. Повезло. Видишь, Софи, чтобы ты не ворчала, тут даже баночка для Софи. И в ней тоже розовый с блестками и пенопластинками. Милый розовый мини-слаймик. Очень симпатичненький, красивенький. Только матовый и идет к Эйвену. Софи, прости, но таковы правила. Но у меня для тебя радостная новость. В маленькой баночке был вот такой вот красивый прозрачный слаймик. Между прочим, с красным мимимишным единорогом. Его мы, конечно, убираем, чтобы не напороться на него, когда будем перемешивать слайм. Но он такой прикольный. В нем всякие украшения. Он такой хорошенький, смотрите. И такой малюсенький. За то, как хорошо тянется. Поздравляю, Софи. Отстань, у тебя все равно команда больше получается. Неужели пополнение в моем Magic Cosmos слайме? Так, а мы не останавливаемся и едем дальше. Я открываю фиолетовую баночку. В ней кое-кто очень маленький и миленький и фиолетовенький. А по-моему, это сиреневый цвет. Знаете, мне сегодня стало казаться, ребят, что мини слаймы мне нравятся даже больше. Потому что они удобные, умещаются в руку. Они небольшие. Ими легко управлять. И снова липкое пополнение в моем разике. Смотрите, кто тут у нас такой яркий. Впервые вижу ярко-красного лизуна. К тому же, он еще не просто матовый, а вот матово-глянцевый. И внутри у него пенопластинки. У него очень необычная структура. Больше похоже на жвачку для рук. Он такой вот прям как немножко пластиковый. Но при этом он также отлично растягивается и лепится. Очень прикольный лизун. Хэллоуинский слайм. И так как он матовый, опять кайвану. Ребятки, до окончания осталось совсем чуть-чуть. И буквально с минуты на минуту после еще парочки слаймов мы с вами увидим результат нашей шестидневной работы. Замешаем ваших лизунов-гигантов и посмотрим, кто круче и у кого что получилось. Зато смотрите, какой я нашла слаймик прикольный. Он как будто бронзовый. Помните, у нас был серебряный и золотой. А этот как будто бронзовый, такой блестящий. Как они добиваются такого эффекта? Он очень классный. Реально не просто перламутровый, он прям светится практически. Но все-таки он матовый, а это значит... Эйвен, спасибо, мы знаем, что это значит. А на вот этом мини-слайме написано слайм для Ани. Хм, странно, почему слайм для Ани оранжевого цвета? Это же вроде как не мой цвет. Хотя в последнее время у меня нет любимого цвета. Мне нравятся разные цвета, особенно яркие. Очень прикольный слаймик. И, кстати, по-моему, он прозрачный. Он такой маленький, хорошенький и в прекрасном состоянии. Значит, наконец-то пополнение в моем Мэджик Осмослайме. Кажется, под конец у каждого в команде будет пополнение, потому что сейчас я держу в руках сами видите что. А мне нельзя говорить, на что похож этот лизун. Да, Юмичум, это просто мини-лизунчик коричневого цвета, в котором есть еще всякие украшения, разные цветные бусинки и пенопластинки. Он очень миленький и, понятное дело, куда он пойдет. В мой сопли слайм. И не потому, что он противный, а потому, что он цвета? Юми, нет. Цвета? Нет, не произноси это слово. Каковки. Ну, Юми. Да когда мы ее уже отучим говорить эти слова? Ну, я же тихонечко. Остались только больные ребята, и все они пошли в Мишину антистресс-больничку. И ура, мы распаковали эту гигантскую коробку окончательно. Нам потребовалось 6 дней. Это капец. Ну что ж, я замешала Эйвановского гиганта. Он очень тяжелый. Давайте посмотрим на него, какого он размера. Я его сжала, но на самом деле он нереально тяжелый, ребят. И если его расплющить, он огромный просто. Он такой большой, но это вызывает какие-то странные ощущения, когда ты тягаешь такую гигантскую жвачину. Между прочим, сейчас ребята должны будут выбирать, чья из команд победила, да? Ну не то, чтобы чья из команд победила, а просто... Лизунгигант получился прикольнее, и что нам с ними делать? Какие эксперименты мы с ними проведем? Кстати, из-за того, что мы в него замешивали несколько дней подряд самые разные слаймы, мне кажется, что цвет его испортился. А вот и Софишкин космический мэджик слайм. И мне кажется, что он прикольнее получился именно по цветам. Потому что мы в него смешивали прозрачные слаймы, и за счет этого они не сильно меняли цвет, и получился такой реально космос. Я согласна, этот слайм красивее в сто раз, зато тот больше. Можно провести с ним эксперимент, проехать его машиной. А ты замешаешь Юми на эти сопли? Да, мне придется это сделать, все-таки он тоже часть нашего эксперимента. Этот чувак, конечно, противный, из-за того, что в него мы смешивали все противные слаймы, разных таких не очень прикольных цветов, и это, конечно, выглядит просто мерзко. Да уж, такая противная штука, я такого слайма еще нигде не видел. Это просто похоже на какое-то, господи, болотное чудовище. Вообще-то моя цель была собрать сопли, как раз касаемо. Юмичу, по-моему, у тебя получилось. Кстати, он самый маленький из всех. А моя антистресс-больница самая яркая. Вот с этим реально не поспоришь. Сюда мы откладывали все больные антистрессы, которые не работают, прилипают. Или они жидкие, или они твердые. Короче, реально, Мишкина больница получилась самая такая цветная. И что нам теперь с ней делать? Я думаю, что мы перемешаем все это блендером, у нас получится гигантский лизун. И если он до сих пор будет больной, мы его вылечим теми веществами, что прислали ребята. Ну что, ребят, давайте голосуйте и пишите в комментариях. За какую вы команду? И какие эксперименты проводить с этими четырьмя тазиками? И идите скорее, смотрите новый ролик на нашем семейном канале Мальчик Фэмли. Меня чуть там дядька не сбил. И приходите встретиться со мной 25 августа в Питере на фестивале Патчок. Все ссылки в описании, увидимся. Продолжение следует...